Всем привет! С вами клуб спортивного черлининга Виктори. Сегодня мы разберем технику выполнения и подводящие упражнения акробатического элемента стойка на руках. Стойка на руках один из первых изучаемых элементов акробатики в системе многолетней тренировки. Она используется как самостоятельный элемент и как подводящие упражнения для других элементов акробатики. Правильная стойка на руках ускорит прогресс в таких элементах, как колесо, арандат, переворот вперед и фляг. Выполнение стойки на руках начинается из положения стоя руки вверх. Затем производится выпад на одну ногу вперед. После этого вес тела переносится на переднюю согнутую ногу. Весь корпус наклоняется вперед до горизонтального положения. Задняя нога поднимается. Далее руки ставятся на пол. Задняя нога промахивает наверх, опорная нога толкается от пола. Ноги соединяются вместе. Начните с положения лежа на спине руки вверх. Выдавите плечи наверх вдоль шеи. Зажмите уши руками. Мышцами пресса поднимите их вместе с головой так, чтобы лопатки оторвались от пола, а поясница наоборот прижалась к полу. Захватите голову руками в замок. Оторвите лопатки от пола. Немного поднимите прямые ноги так, чтобы поясница прижалась к полу. Одновременно поднимите плечи и ноги так, чтобы поясница прижалась к полу. Это упражнение называется лодка на спине. В положении лежа на животе руки вверх, напрягите ягодицы и пресс так, чтобы бедра вдавливались в пол, а живот оторвался от пола как можно выше. На спине должен образоваться горбик. Удерживая это положение, прижмите подбородок к полу, глазами смотрите в сторону ладони. Дополнительно напрягите плечи и переднюю поверхность бедер так, чтобы руки оторвались от пола и зажали уши, а носки слегка приподнялись над полом. Упражнение сложное, вам понадобится практика, чтобы научиться одновременно напрягать необходимые группы мышц. В положении упор лежа напрягите пресс и ягодицы так, чтобы грудная клетка приподнялась как можно выше, образуя горбик на спине, а таз не поднимался выше горбика. Плечами выдавите себя от пола. Повторите упражнение в упоре лежа на согнутых руках. В положении стоя ноги в рост шире плеч, поставьте ладони на пол на ширине плеч пальцами вперед. Медленно подавайте плечи вперед, переводя весь тело на пальцы рук. Сильно давите передней части ладони и пальцами в пол. Попробуйте перевести весь свой вес на ладони, упираясь коленями в согнутые локти. Когда вы научились вдавливать руками пол, увеличивайте нагрузку на них. Попробуйте встать на руки около опора для снижения нагрузки на руки. Затем постепенно увеличивайте нагрузку. Обязательно следите за сохранением вертикальной линии ладони, плечи, таз. Если ваши руки сгибаются, плечи проваливаются вперед или спина прогибается, то вернитесь на шаг назад к более простому варианту исполнения. Во время исполнения стойки спиной к стене старайтесь подойти руками как можно ближе, чтобы не прогибаться в спине. Стоя с животом к стене, старайтесь касаться только бедрами и плечами, не касаясь животом или коленями. Во время стойки выдавливайте себя плечами наверх. Не проваливайтесь в них. Постепенно пробуйте немного отходить от стены и балансировать. Для проверки своего положения и изучения ходьбы на руках, попробуйте перевести вес тела на одну руку. Не ломайте прямую линию туловища и выдавливайте себя наверх опорным плечом. Если вы не можете убрать угол в плечах из-за нехватки гибкости, растягивайте плечи. Редактор субтитров А.Семкин